здравствуйте смерть вдохновителя хамас и дань уважения one direction лайему пену это основные темы на сегодня в британских газетах давайте рассмотрим передовицы times публикует на первой полосе заявление премьер-министра израиля бенемина нетаньяху о намерении продолжить войну в газе после убийства лидера хамас яхи синвара газета sun на первой полосе публикует фотографию и новости о том как бывшая группа лайма пэйна one direction назвала его братом в своем прощальном послании 31-летнему погибшему певцу daily mirror сообщает что внезапная смерть лайма пэйна в возрасте 31 года вызвала глобальную волну скорби цитируя его семью которая назвала его добрым веселым и храбрым человеком daily mail утверждает что звукозаписывающая компания отказалась от сотрудничества с лимом пэйном всего за несколько дней до того как бывшая звезда one direction упал с третьего этажа отеля в буэнос-айресе кстати на обложке как вы видите опубликована фотография причины того почему он все-таки упал смерть янхи синвара лидера хамас является главной темой в газете guardian газета цитирует силы обороны израиля цахал заявившие что он был ликвидирован daily star на первой полосе публикует семейные соболезнования 31-летнего лима пэйну который погиб после падения с третьего этажа отеля буэнос-айресе в аргентине хочется еще раз напомнить наркотики это зло об этом газета почему-то не пишет daily telegraph сообщает об убийстве лидера хамас что знаменует начало конца контроля палестинской военизированной группировки над газой газета айп посвящает свою первую полосу тому что он называет глубоким беспокойством внутри правительства по поводу сокращения государственных услуг которые ожидаются быть объявлены в бюджете в конце этого месяца первая полоса газеты метро посвящена новости о смерти бывшего певца one direction лима пэйна после падения с балкона из-за отеля в аргентине financial times публикует заявление израиля о подтверждении смерти лидера хамас яхи синвара синвар считался организатором нападения 7 октября прошлого года на южный израиль когда 1200 человек были убиты боевиками которые перелетели через границу из сектора газа на парапланах что стало самым кровавым днем в истории израиля это нападение спровоцировало войну в секторе газа в которой по данным министерства здравоохранения газа погибло более 42 тысяч человек среди палестинцев в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на конец недели на пятницу 17 октября давайте посмотрим что еще сегодня пишет британская пресса в первую очередь пресса обращается с проблемой с доступом к стоматологическим услугам в англии в шести районах англии больше не принимают новых пациентов в стоматологических клиниках которые работают по системе национальной службы здравоохранения это привело к тому что многие люди включая детей не могут получить базовое стоматологическое обслуживание в некоторых регионах записаться на прием к стоматологу стало практически невозможно из-за нехватки таких специалистов проблема настолько обострилась что жители вынуждены либо ждать месяцы для записи либо обращаться к частным стоматологом что значительно дороже ну или как мы знаем из предыдущих выпусков я неоднократно показывал тех британцев которые вырывают себе зубы самостоятельно при помощи плоскогубцев ну и также стоит обратить внимание что в магазинах здесь продается набор я бы его назвал набор юного стоматолога за фунт за два можно купить вот эти все ковырялки в зубах какие-то какое-то подобие пломбы и так далее то есть сделай зубы себе самостоятельно это явление уже прозвали стоматологическими пустынями в британии ну и честно говоря частный стоматолог тоже не всегда лучше но с продолжим новый закон о безопасности в интернете затронет соцсети я потому что великобритания вводит новые правила для соцсетей которые направлены на повышение безопасности в интернете овком главный британский регулятор в сфере телекоммуникаций теперь будет следить за тем чтобы социальные платформы соблюдали строгие нормы по удалению вредоносного контента это касается кибербуллинга дезинформации и угроз безопасности пользователей особенно детей нарушители могут столкнуться с большими штрафами нововведения вызвали смешанные отзывы одни считают что это поможет защитить пользователей а другие опасаются что это ограничить свободу слова вчера была угроза бомбы на самолете аэр индия в лондоне истребители ввс великобритании были подняты в воздух для перехвата самолета аэр индия который направлялся в аэропорт хитроу причиной послужило сообщение о бомбе на борту самолет был благополучно приземлен в лондоне под охраной истребителей пассажиры были эвакуированы с борта а специальная команда провела тщательную проверку но никаких взрывчатых веществ не обнаружили я думаю что скорее всего на борту кто-то произнес в срам фразу алла я в бар велика британия в очередной раз ужесточает меры против российских танкеров об этом пишет financial times великобритания усиливает контроль над российскими танкерами которые пытаются обходить санкции действующие в связи с войной на украине российская теневая флотилия пытается доставлять нефть и другие ресурсы несмотря на запреты которые введены евросоюзом и другими западными странами эти действия направлены на пресечении нелегальной торговли и ограничение финансовых возможной возможностей россии которая продолжает финансировать военные действия против украины что интересно стоит посмотреть я думаю на вот эту графику которая взята я ее взял из той же газеты financial times правда из другой статьи сверху количество танкеров которые перевозили нефть в европу до введения санкций а внизу количество танкеров которые перевозят нефти в европу после введения санкций ну а то что европа покупает нефтью россии несмотря на эти санкции которые сама же и ввела financial times к сожалению не упоминает ну и та же самая financial times сегодня пишет что началось расследование возможной российской причастности к посылке с бомбой о которой я рассказывал вчера британская контртеррористическая полиция расследует инцидент с посылкой содержащий взрывное устройство которое было отправлено в одну из стран европы согласно одной из версий за этим стоит конечно же россия которая использует подобные методы для дестабилизации политической ситуации в европе это расследование частью силе британии по борьбе с новыми гибридными угрозами которые могут включать в себя как кибератаки так и прямые акты террора ну что можно сказать как принято на западе чтобы только не случилось обвиняй русских какой-то козел бросил меня солонку владимир зеленский заявил что северная корея готовит 10 тысяч солдат для участия в войне россии против украины об этом сегодня пишет портал yahoo.uk это вызвало серьезные опасения у украинских властей международного сообщества в киеве считают что это может привести к расширению конфликта и создать новые угрозы безопасности в регионе министерство обороны великобритании ранее предполагала что вероятно на украине гибнут северокорейцы но запад не решается официально подтвердить что северокорейские войска находятся на передовой видишь суслика нет и я не вижу а он есть понял уже несколько дней подряд газеты пишут о расследовании по делу скрипали с этого дела судя по всему сдули пыль и взялись за него по новой выяснилось что ошибка парамедика помогла спасти жизнь сергею скрипалю во время оказания первой помощи сергею скрипалю на фотографии который был отравлен нервно-пролитическим веществом новичок парамедика случайно дал ему не тот препарат и как ни странно это помогло ослабить воздействие яда и скрипаль выжил эти данные стали известны на вот этих судебных слушаниях по делу о покушении на скрипаля что в очередной раз подчеркивает сложность и опасность применения химического оружия пишет средства массовой информации я могу сказать что в этой новости прекрасно все просто переслушайте еще раз и подумайте неужели парацетамол спас скрипалю жизнь жестокая драка с мачете в центре лондона произошла вчера на одной из оживленных улиц вот это вот жестокая драка между двумя мужчинами которые вооружены один клюшкой и судя по всему для хоккея на траве а 2 мачете свидетели в панике пытались остановить нападавших призывая их прекратить этот бой но несмотря на их крики конфликт продолжался до прибытия полиции по моему прекрасная новость из центра лондона ну а пока на улицах друг друга режут вот такие вот такие жители лондона магистрат великобритании получит больше полномочий для вынесения приговоров во время в целях улучшения эффективности судебной системы великобритании власти планируют увеличить полномочия магистратов что позволит ему носить более жесткие приговоры и они должны быть вынесены во время этот шаг был направлен на ускорение процесса правосудия и разгрузку более высоких судов ну высший суд какой понимаете нововведение призвано сократить время ожидания для тех кто находится под следствием и улучшить общую работу судебной системы великобритании возвращаясь к делу скрипалей в рамках официального расследования которое сейчас идет это дело об отравлении сергея юлии скрипалей стало известно что парамедики прибывшие на место происшествия заподозрили химическое отравление и заявили о возможном воздействии вещества новичок однако их предупреждения были проигнорированы старшими офицерами что привело к задержке правильного реагирования на ситуацию в данном заявлении я одно не пойму откуда тогда взялись вот эти вот космонавты в солсбери которые были там с самого объявления вот этой опасности применения новичка ну а теперь давайте посмотрим новости спорта привет меня зовут богдан и возможно я буду вести новости спорта на канале russian uk news итак начнем томас тухель новый главный тренер сборной англии удивил журналистов когда ответил на вопрос о том будет ли он петь национальный гимн боже храни короля во время своих первых матчей на пресс-конференции он отметил что это личный выбор для каждого тренера есть менеджеры которые поют и другие которые этого не делают тухель который подписал 18-месячный контракт подчеркнул что хочет проявлять уважение к своей новой роли и к английскому гимну который он называет очень трогательным он также отметил что у него есть время до марта 2025 года когда состоятся первые матчи под его руководством чтобы принять решение реакция на назначение тухеля разное некоторые эксперты такие как гарри невилл и джейми карагер выразили сомнения относительно выбора иностранного тренера для сборной в то время как другие как дэнни миллс признали его тренерские навыки тухель в свою очередь выразил радость по поводу возможности представлять англию и работать с талантливой командой на этом мой первый тестовый выпуск окончен дальше все зависит от вашей поддержки спасибо доброе утро друзья всем добра и отличного настроения а ведь всего два месяца и мы с вами сможем сказать что 2000 год был целых 25 лет назад время летит а вы еще жалуетесь что лето быстро пролетело сегодня у нас пятница и настроение погоды зависит от того где вы находитесь на севере великобритании день будет подходить для того чтобы остаться дома под пледом если все-таки решитесь выйти на работу не забудьте зонтик особенно актуально это для жителей бирмингема манчестера северной ирландии и всей шотландии а вот центральных районах дождь как будто специально подождет пока вы не закончите свой рабочий день правда не расслабляйтесь система низкого давления принесет не только садки но и сильные ветра на севере и запад страны прибрежных зонах особенно стоит быть осторожными ожидается высокие весенние приливы и возможные небольшие подтопления которые могут продолжиться выходные кстати о выходных погода останется неустойчивой с дождями и сильными ветрами особенно внимательными стоит быть жителям северных и западных районах воскресенье когда к нам из атлантики может пожаловать еще более глубокая область низкого давления берегите крыши зонтики и парашюты шотландцам полеты на выходных точно не рекомендуется можно так улететь что потом обратно не вернетесь так что друзья готовьтесь к ветрам и дождям но не забывайте про доброе настроение всем добра и улыбайтесь несмотря на погоду имущество не оправдывают ежегодных затрат в 30 тысяч фунтов на пациента для н.ч.с. твою мать что-то делала там как вы понимаете именно благодаря нашим выпускам вы можете поднять себе настроение на весь день независимо от того какие новости вас сегодня ожидают поэтому я уверен что вы поставите этому выпуску лайк особенно уверен что вы его прокомментируете как обычно ну а если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями то вам будет что с ними обсудить о британской действительности в студии был олег хилл я прощаюсь с вами с некоторыми до спектакля который будет в воскресенье в лондоне я надеюсь вы на него придете ну а с некоторыми просто до следующего выпуска всего доброго